Давайте мы с вами продолжим, но продолжим не с того места, с которого остановились. Продолжим с того, есть ли какие-то вопросы по поводу предыдущего обсуждения. Можно ли сказать, что все софисты следуют по пути не добродетели, а порока? Вот у нас был рассказ Продика о Геракле, который встретился с добродетелем, с порочностью. Можно ли сказать, что все софисты следуют по пути порочности? Не получится так сказать, потому что о ком это был рассказ-то? Применительно к кому мы его давали? А, с кем сравнивался Геракл с Господином? С Гиппием. Получается, что, помните, Гиппи говорит в споре с Сократом по поводу того, кто лучше Ахилл или Одиссей. Гиппи занимает сторону Ахилла, потому что Ахилл всегда говорит правду. Как минимум, Гиппи выбрал сторону добродетеля. Другое дело, что с точки зрения Сократа они же не знают, что это такое. И мы снова возвращаемся к проблеме, о которой говорили. Если вы не знаете, что такое добродетель, можете ли вы быть добродетельными? Сократ скажет, что нет. Но это вопрос, можно ли попасть пальцем в небо. То есть вопрос, можно ли случайно угадать. Да, но если вы угадываете, вы все равно угадываете, не зная. У вас был вопрос. Да, да, да. У вас еще есть вопросы? Как собрать, когда будут бороться с отцами, если с ними не так могут? Это хороший вопрос. Они не занимаются борьбой с отцами. Это отцы занимаются борьбой с ними. Причем, как вы знаете, эта борьба, она проходит в один удар. То есть вопрос не как бороться с отцами, вопрос как сделать так, чтобы отцы вас не заметили. Протокор говорит, никак, поэтому я не скрываюсь. Сократ говорит, как-то, но мы знаем, чем это заканчивается. И у вас был еще вопрос? Нет? Ну да, еще я спрашивала, не получается ли, что они делают то же самое, но отцы, то есть не дают какие-то знания, навязывают свое мнение. Получается, что Сократ и софисты, они развращают те, что тоже дают какое-то новое мнение. Да, да, я понял вас. Да, 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 все так и есть. Вопрос только в том, на чем основано мнение, которое выдвигают отцы. На традиции, конечно. Идея золотого века. Мир, обращенный в прошлое. Софисты, как вы видите, это новаторы. И протокор новатор. Я первый придумал брать за это деньги, я первый придумал не скрываться. И Сократ новатор. Они считают, что традиция больше не работает, что она больше неэффективна, что она никуда не ведет, что молодежь развращается, то есть отходит от традиции сама по себе. И что против этого развращения Сократ выдвигает знания как лекарство. Но мы теперь знаем, что знания как лекарство не существует, поэтому против развращения Сократ выдвигает развращение. Если утрировать и говорить прямо в каких-то совсем моральных терминах, то это, конечно, развращение к добру, то есть совращение к добру. Понятно, что ни один человек в здравом уме не будет следовать моральному кодексу, даже основаниям морального кодекса. Что-то типа, ну, нюги. Как это возможно? Не воруй, не убивай в их обществе, тоже это не вариант. И так далее. Поэтому вопрос, в какую сторону, то есть для каких целей применяются нарушающие моральный кодекс действия. Это и будет совращение к добру. То есть не ложь, а благородная ложь. Кроме того, мы с вами помним, что совращение это идет по двум линиям одновременно. Для тех, кто ничего не понимает, для таких людей, как Гиппократ или Товарищ, Сократ выдвигает вперед концепцию знания как добродетели. Но для тех, кто что-то понимает, для таких людей, как Платон, Сократ выдвигает концепцию знания-незнания. Обе эти концепции являются совращающими, уводящими молодежь от отцов. Было еще несколько хороших вопросов от Багрина Александровича, которого здесь сегодня с нами нет. Он спрашивал интересные вещи. Что он председает протагон? В том отрывке, в котором мы успели прочесть из его речи. Что он и мужественный, и мудрый одновременно. Багрина Александрович задает вопрос. Во-первых, возможно ли такое в принципе? Вы помните из государства, что Сократ не очень верит в это дело. Но, правда, уже после войны, в самом концерте. И второе. Ведь мужественный поступок протагона, то есть отказ от попытки скрыться, отказ от попытки изобразить себя кем-то, но не софистом, будучи софистом, он продиктован точным расчетом. Протагон говорит, я знаю, что все до этого проваливались. Хотя, как провалился Гомер Гесиот, мы не знаем, что он подразумевает под их провалом. Но все до этого проваливались, и поэтому я решил не скрываться. Действительно, протагон утверждает тем самым, что мужество и мудрость совпадают. Его поступок и мужественен, он не скрывается. И мудр, он не скрывается не потому, что он рвет на себе рубаху, а потому что это четкий логический расчет. Так вот, его поступок оказывается и мужественным, и мудрым одновременно. Заметьте, это ровно та точка зрения, которую он опровергает в теологии, а сократ доказывает, что мужество и мудрость совпадают. То есть, во-первых, возникает вопрос, верим ли мы протагону. То есть, действительно ли мужество и мудрость могут совпадать? Или в его случае это не так? Вот Сократ, весь диалог будет показывать, что в его случае это не так. Что, идя против традиции, Гомер, Гесиот, Симонит и прочих, помните, он называет целый список имен, протагон на самом деле не совершает разумного поступка. Он совершает безумный поступок. Это мужественный поступок, тем не менее, но он из глупости исходит. И мы увидим это, потому что протагон окажется недалеким. Но Сократ его выставит недалеким, по крайней мере, в этом вопросе. Так, что еще спрашивал Маган Александрович? Да, он спрашивал по поводу знаний. Когда мы утверждаем, что знания не существует? О каком знании идет речь? Ведь очевидно, что если я скажу «это стол». Нет, смотрите, мы говорим «знания не существует». Но о каком знании идет речь? Потому что я говорю «это стол» и «это знание же». А я абсолютно верно. Так все же получается, этого стола не существует. Как быть с банальной геометрией и математикой? Слово «математика», которое мы употребляем, оно ведь происходит в греческом и вообще-то выглядело как «мафема». «мафема» буквально и значит «знание». То есть это же тоже знание. Два плюс два – четыре. Абсолютное знание, четкое, истинное, проверяемое, доказуемое и так далее. О каком знании мы на самом деле все это время говорим? Ну, конкретно, не сочетаясь к другому сфере. Ну, какой? Нет, когда мы говорим «знание не существует». Хорошо, о каком знании мы говорим? Ну, о чем мы говорим, когда говорим «знание»? В случае с Сократом. Ну, об идеях, я так понимаю, это не просто. А об идеях, да, да, хорошем, прям правильный абсолютно ответ – о философском знании. Что это значит «философское знание»? Я беру в кавычки «полит» философское знание, потому что мы занимаемся политической философией. Чем отличается Сократ от натур философов? Он обращен к индивидууму. Он обращен к человеку, да. То есть это знание о человеке. Если хотите, о природе человека. А фокидитор. И фокидитор. Ну, поэтому фокидитор – это политический философ. Насколько нас это волнует, да, с нашей точки зрения. Потому что с точки зрения историков он, конечно, историк. Когда мы говорим «знание не существует», мы имеем в виду, конечно же, философское знание. Философское в смысле политфилософское, потому что речь идет только о человеке и человеческом. Сократ пытается нам доказать, что оно существует. Хотя сам в апологии говорит, что не достиг его. С другой стороны, мы же сами с вами говорили о естественной иерархии. Естественная иерархия? Нет, не обязательно. Естественная иерархия людей. Так вот, естественная иерархия людей предполагает некое знание о природе людей. Потому что очевидно, что тот, кто больше отвечает природе, должен стоять выше. В этой естественной иерархии. Если мы, как Аристотель, говорим, что природа человека условно заключается в разуме, вы знаете, что это не так, но давайте предположим, что так. То, соответственно, разумный человек должен быть на вершине иерархии. Естественной иерархии. Но Сократ отрицает это. Сократ ставит проблему. И эта проблема не решается, потому что, напоминаю вам, философия – это не нахождение знания, а поиск знания. Философия не отвечает на вопросы, она углубляет, расширяет, дополняет вопросы. В случае политической философии что отвечает на вопросы? Какая сфера деятельности отвечает на вопросы? Ну, как называется практика с точки зрения политической философии? В рамках политической философии? Политика она называется, да. Политика отвечает на вопросы. Если знание недостижимо, то политика отвечает на вопросы, как отвечает на вопросы толпа. Тыкая пальцем в небо. Если это так, как здесь не стать скептиком? То есть, какой смысл во всех этих телодвижениях, если мы считаем, что знание не является достижимым? Ну, логично, например, отказаться в поиске знаний. Да, 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 да. Но этого не происходит. Ну да. Да. Значит, это нелогичный ход. Ну, значит, как раз говоря, смысл в поиске их нужно искать конечную поиску. Вы прям превращаете философа в какого-то, я не знаю, странствующего рыцаря, который ничем не... Ну, в других фото, фактически. Нет, нет. Так не получается. Надо смотреть, например, Сократа. И чтобы смотреть, например, Сократа более ясными глазами, мы, наверное... То есть, отношение философии и политики более ясными глазами, мы, наверное, откроем апологию. 32б, страница 103. То, что я вам скажу, тяжело и скучно слушать. Зато это истинная правда. Никогда в финине не занимал я в городе никакой другой должности. Но в совете я был. И пришла в наш эфире антиохинде очередь заседать в то время, когда мы желали судить сразу всех десятерых стратегов, которые не подобрали тела погибших в морском сражении. Суденцы. Мы уже обсуждали с вами этот вопрос. Некогда. Да, напоминаю вам, что это интересное дело. Сократ утверждает нам, что он никогда не занимался политикой по собственному желанию. И в государстве Сократ будет говорить, что философы-цари никогда не захотят быть царями. И единственный способ сделать их царями – это заставить. Принудить. Сократ приводит нам пример принуждения. Как настоящий гражданин, он обязан занимать какую-то должность в совете, если на него падает такой жребий. Понятно, что так как он бедный, он не может занимать высокие должности в совете. А низшие должности распределяются путем жребия. Да, конечно. Но смотрите, он не может отказаться. То есть это принуждение. Как гражданин он не имеет возможности, если на него пал жребий, отказаться. И это действительно случайность. То есть Сократ попадает в политику, в политику настоящую, только путем случайности. И эта случайность, в частности, заключается в том, что он гражданин. А значит, он никак в протоколе. Протоколе никогда не попадает в политику. А он законам для губи. Вот. Протоколе никогда не попадет в политику, если только не захочет этого. Но в этом разница между софистом и философом. По крайней мере, между протоколом и Сократом. Вы говорили какой-то вопрос? Нет, нет, нет. Я сейчас постараюсь показать вам, почему Сократ не очень хочет в политику. Судить незаконно, как мы все признали это впоследствии. Тогда я, единственный из притамов, не желал допустить нарушение закона и голосовал против. Когда ораторы готовы были обвинить меня и отдать под стражу, ливы сами этого требовали и кричали. Я думала о том, что мне скорее следует, несмотря на опасность, стоять на стороне законной справедливости, чем из страха перед тюрьмой и смертью, быть заодно с вами, так как ваши решения не справедливы. Это было еще тогда, когда город управлялся народом. Вот теперь достаточно. Демократическая политика и философия несовместимы. Что противостоит демократической политике, думаем мы? Тирания. Да, тирания. Олигархия или тирания. Правильно. Может быть, соединив тиранию и философию, мы сможем ввести философию в политику? Я правду, если соединяю. Платон будет говорить все время о молодом тиране и старом философии при нем. Но у нас перед глазами пример Сократа. Мы смотрим на Сократа, не на Платона сейчас. Хорошо. А когда наступило время олигархии... А когда наступило время олигархии, и заметьте, какая-то хорошая олигархия, прошу. То и 30 тиранов, в свою очередь, призвали меня и еще 4 граждан, то и велели нам привезти из Соломена Соломица Леонта, чтобы казнить его. Это олигархия, которая называет себя тирания. То есть и олигархия, и тирания не подходят для философа. Сократа скажет нам, что он сделал. Много в этом роде приказывали они другим, желая лечить число виновных. Только на этот раз опять я доказала не словами, а делом, что мне смерть, попросту говоря, ни почем. А вот воздерживаться от всего несправедливого и нечестивого – это для меня все. Как не сильно было это правительство, а меня оно не испугало настолько, что заставить совершить несправедливость. Когда вышли мои столы, чердеры из нас отправились на Соломи и привезли Леонта. А я отправился к себе домой. Возможно, меня бы за это казнили, если бы то правительство не пало в скором времени. И всему этому у вас найдется много свидетелей. Сократ говорит правду и укавит. Он говорит правду, утверждая, что в любом случае политика – это грязное дело. Что в случае с демократией, что в случае с олигархией, с вашей тиранией – несправедливость. И политика идут вместе, рука об руку. Несправедливость не в смысле законность, а в смысле действительной несправедливости. Дочитайте, давайте. Неужели я, по-вашему, мог бы прожить столько лет, если бы вплотную занимался общественными делами, и при том так, как подобает порядочному гражданину, спешил бы на помощь... Порядочному человеку. А, порядочному человеку спешил бы на помощь справедливым и считал бы это самым важным, как оно и следует. Недостаточно. Вы чувствуете разницу между порядочным гражданином и порядочным человеком? Порядочный человек? Человек. В принципе, животное, а у гражданина именно относительно государства. Дело порядочного гражданина – это сложный вопрос. Но мы предполагаем, что порядочный гражданин – это в первую очередь патриот. Порядочный гражданин делает то, что выгодно для его родины. Как бы он не понимал, что такое родина. То есть он может понимать, что родина и режим – это разные вещи. И тогда он воюет против режима. Да, да, да. А если он понимает, что родина и режим совпадают, тогда это служение режиму. Порядочный человек ставит на место родины что-то другое. Порядочность, например. То есть вопрос не в том, как сделать родину лучше. Вопрос в том, как остаться порядочным. Решил бы на помощь справедливости и считал бы это самым важным, как оно следует. Никаким образом афинины. И никому другому это невозможно. Итак, Сократ прямо заявляет, что политика настолько грязное дело, что приличному человеку в ней просто не выжить. Причем, заметьте, не только Сократу, но и вообще никому. Мы поговорили о правде, теперь пришло время поговорить о лжи. В обоих случаях, которые Сократ назвал в качестве тех случаев, за которые он должен был бы умереть или подвергался смертельной опасности – это ложь. В случае демократии он не мог подвергнуться смертельной опасности, потому что люди, заседающие в Совете, обладали полным иммунитетом от преследования. Несмотря на то, что афиняне шумели и так далее, и так далее, на его попытке сохранить жизнь стратегам ничто не угрожало самому Сократу. В случае тирании Тридцати ничто не угрожало Сократу, потому что тиранию Тридцати возглавлял кто? Критий – ученик Сократа. Если вы хотите подробнее этот эпизод рассмотреть, обратитесь к меморобилии Ксенофонта. Там есть разговор Сократа с Критием во время правления Тридцати тиранов. Но нас интересует еще одна вещь, которая именно из меморобилии будет взята. 1.7.15. Другой раз как-то Антифон спросил. Прошу прощения, тогда шестая глава, конечно. То есть 1.6.15. Другой раз. Когда Антифон спросил его, почему он думает, что других делают в особенной государственной деятельности, сами занимаются ею, заслепала, что они... Итак, помните притязание Сократа? Если кто-то чему-то учит, то то, чему он учит, он этим владеет. Помните, как Аспазия, которая может научить, как воспитать жену. Не потому, что она сама жена, а потому, что она свою воспитала. Так же и тут. Если Сократ может делать людей политиками, а Критий и Алкивиат – это самое, что на ней есть в политике, значит, и сам он является или способен быть политиком, обладает политическим знанием. Антифон задает классический вопрос. Если ты такой умный, если ты знаешь, что делать, почему мы не видим тебя в совете? Сократа отвечает. А в каком случае Антифон, я больше занимался бы государственными делами, если бы один занимался ими, или если бы заботился, что у нас было как можно больше людей, способен заниматься ими? Заметьте, что это финал, и Ксенофонд обрывает здесь этот рассказ. Вопрос без ответа. Да, мы не знаем, что ответил Антифонд. Антифонд тоже софист, как вы понимаете. Если мы соединяем эти два утверждения, то у нас получается следующий вывод. Сократ знает, что политика – это грязное дело, и честные люди в ней умрут. Или, по крайней мере, он утверждает так. Но при этом готовит способных молодых людей к занятию политикой. К занятию чем? К занятию грязными делами, которые убивают справедливых людей. Какими Сократ должен делать молодых людей, способных к политике, чтобы они в политику смогли войти и быть там успешными? Грязными и справедливыми. Не справедливыми, да. Почему Сократ заинтересован в этом? Чтобы самому добились. Нет, 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 нет. Может быть, чтобы это продемонстрировать? Ну, вылечить афинское общество и строго. Нет, политика – это грязное дело. Угрожает ли демократический режим Сократу? Если он советит у него. Ну, в плане… Ну, он один раз случайно попал в совет. Если там свои люди. Вот. Любой режим угрожает Сократу, если только этот режим не возглавляется людьми, которых Сократ воспитал. Алкивиады Макрити. Это акт самозащиты. Но акт самозащиты в каком смысле? В том смысле, что те мнения, те новые знания, которые Сократ навязывает будущим политикам, эта благородная ложь благородна в первую очередь потому, что она делает их хорошо расположенными к благородному человеку. То есть делает власть более благорасположенными к философу. То есть та власть лучше с точки зрения философа, которая не убивает философа, а даже иногда и прислушивается к философу. Идеальный порядок – это тот порядок, при котором философ бы правил. Но этот порядок невозможен. Философ не может войти в политику. И я подмигиваю вам и говорю, вспоминайте Аристотеля. Философ не может войти в политику. Это грязное дело. Там он умрет. Поэтому философ готовит людей, среди молодежи, не всех, очевидно, вы понимаете это, которые войдут в политику и станут благорасположенными к нему самому. Тем самым станут благорасположенными к философии. Идеальный режим недостижим, но достижим хороший режим. Не тот, при котором философ правит. Не тот, при котором философ царь. А тот, при котором, если хотите, правит философия. И тут нам действительно не помешало бы прочитать 1, 2, 29. Даже если он сам не делал ничего дурного, но одобрял скверное поведение, то и в таком случае он может заслуживать упрека. Заметив, что Крити влюблен в Ефидема и заблазняет его, чтобы быть с ним в таких отношениях, в каких находятся люди, пользующиеся телом для любовных наслаждений, Сократ старался отвратить его от этой страсти. Он указывал, как унизительно и недостойно благородного человека, подобно нищему, выпрашивать милостынь у своего любимца, которому он хочет казаться дорогим, моля и прося у него подарка, да еще и совсем нехорошего. Но так как Крити не внимал таким вещанием и не отстал от своей страсти, то, говорят Сократ, в присутствии многих лиц, в том числе и Ефидема, сказал, что у Крити, как ему кажется, есть свинская наклонность, ему хочется тереться об Ефидема, как поросята трутся о камни. С этого времени и стал ненавидеть Сократа Крити. Будучи членом коллегии 30-ти и попав в законодательную комиссию с Хариклом, он припомнил это Сократу и внес в сафонные статьи, воспрещающую преподавать искусство слова. Достаточно. Эта любовная история крайне интересная. Там есть на что посмотреть. Вы можете дома обратить внимание, когда у вас будет свободное время, обратить внимание, указывает ли ксенофонд на того, кому говорил это Сократ. Он внес в статью. Воспрещающий преподавать искусство слова. Он хотел поставить ему препону, но не знаю, как к нему придраться, а взвел на него упрек, который публика бросает огульный философ. Старался выставить его в невыгодном свете перед публикой. Я сам никогда не слыхал таких речей от Сократа. И никто, сколько мне известно, не говорил, что слышал. События показали это. Когда 30 массу граждан казнили, самых выдающихся и многих подстрекали к противозаконным действиям, о которых мы уже слышали из апологии. Сократ однажды сказал, странно было бы, мне кажется, если бы человек, ставший пастухом, тогда коров, стада коров, и уменьшая число, и качество коров, не признавал себя плохим пастухом, но еще страннее, что человек, ставший правителем государства, и уменьшая число и качество граждан, не стыдится этого, и не считает себя плохим правителем государства. Когда Критию и Хариклу донесли об этом, они призвали Сократа, показывали ему закон, и запретили разговаривать с младыми людьми. Сократ спросил их, можно ли предложить им вопрос по поводу того, что непонятно в этом объявлении. Они отвечали, что можно. Хорошо, сказал Сократ. Я готов повиноваться закону, но чтобы незаметно для себя, по невидению, не нарушить в чем-нибудь закон, я хочу получить от вас точное указание, вот о чем. Достаточно. Сократ готов повиноваться закону, философ готов повиноваться закону, потому что неповиновение закону это фактическое вхождение в политику. Но тут есть несколько проблем. Если в Критоне, как вы помните, Сократ прямо говорит Критону, что всем законам государства нужно повиноваться, и обосновывает это тем, что иначе погибнет сам режим, то в апологии он говорит, что он готов повиноваться всем законам, кроме одного, какого? В апологии, да. Нет, в апологии он говорит, что если бы был такой закон, который бы запретил ему философствовать, он бы нарушил этот закон. Перед нами из ксенофонта пример такого закона. Как же Сократ собирается нарушить этот закон? Почему вы приказываете воздерживаться от искусства слова? Потому ли, что оно, по вашему мнению, помогает говорить правильно или неправильно? Если говорить правильно, то, очевидно, пришлось бы воздерживаться говорить правильно. Если же говорить неправильно, то, очевидно, надо стараться говорить правильно. Да. Сократ пытает, Сократ пытается оправданить закон, запрещающий ему говорить с помощью разговора. Харикова рассердилась и сказал ему, когда, Сократ, ты этого не знаешь, то мы объявляем тебе вот что. Для тебя более понятное. Чтобы с молодыми людьми ты вовсе не разговаривал. На это Сократ сказал. Так, чтобы не было сомнений, определите мне, до скольких лет должно считать людей молодых. Вы видите, чувствуете иронию здесь, или, проще говоря, издевку. Эту издевку не вынес бы ни один из тридцати тиранов, и уж тем более не вынес бы Харикул, если бы только если бы только при этом разговоре не присутствовал кто? Критий. Критий, конечно. Узнали? Харикул отвечал до тех пор, пока им не позволяется быть членами Совета, как людям еще не разумно. И ты не разговариваешь с людьми моложе тридцати лет. И когда я покупаю что-нибудь, спросил Сократ. То есть, видите, до какого момента люди считаются молодыми? Хорошо, до тридцати лет. А разговаривать с ними можно по поводу вещей, которые не связаны с... Смотрите, Сократ постепенно вынуждает противника несчастного Хариклу прийти к глупости. На чем он говорит? Хорошо. Не преподавать какой речи? Правильной или неправильной? Потому что если преподавать неправильную речь, то надо преподавать правильную. А если преподавать правильную, то, наверное, ее и следует всем объяснять. Харикул говорит, я ничего не понимаю, поэтому лучше с ними вообще не говори. С ними это с кем? Хорошо, с людьми до тридцати. А с людьми до тридцати всегда... И когда я покупаю что-нибудь, спросил Сократ, если продает человек моложе тридцати лет, тоже не надо спрашивать, за сколько он продает. О подобных вещах можно, отвечал Харикул. Но ты, Сократ, по большей части спрашиваешь о том, что знаешь. Так вот, об этом не спрашивай. Так и не должен я отвечать, сказал Сократ, если меня спросит молодой человек о чем-нибудь мне известно, например, где живет Харикул или где находится Крити. О подобных вещах можно, отвечал Харикул. Тут Крити сказал, нет, тебе придется, Сократ, отказаться от этих сапожников, плодников, кузнецов. Думаю, они совсем уж исперепались от того, что вечно они у тебя на языке. Значит, отвечал Сократ, и от того, что следует за ними, от справедливости, благочестия и всего подобного? Да, клянув Зевсом, сказал Харикул, и от пастухов, а то смотри, как бы и тебе не уменьше числа коров. Тут-то и стало ясно, что им сообщили рассуждения о коровах и что они сердились на него за Сократа. Видите, Крити поддерживает Сократа в его издевках над Харикулом, и, как вы понимаете, это ничем не заканчивается. То есть часть того режима, терпимого режима, к которому двигается философ, напрямую связана с совращением молодежи, с совращением козлу, потому что политика – это грязное дело. Давайте перевернем все и скажем с совращением к добру. Добро понимается здесь именно как терпимость к философии. Хорошо. У Богдана Александровича был еще один вопрос, который нам, мне кажется, следовало бы обсудить. Он спрашивал, не получается ли так, что Сократ совратил всех, в том числе и философов, до нашего времени. Ибо, так или иначе, все они занимаются философией. Ну, если объявляют себя философами, а значит, следуют за Сократом. Действительно получается, что Сократу удалось совратить не только юношество, а вы помните, что Платон, соответственно, тоже был юношей, которого совратил Сократ, но и совратить всех последующих философов, как античных, так и средневековых, так и современных. И здесь я не буду прибегать к каким-то собственным мнениям, а прибегу к авторитету человека, который абсолютно смело и абсолютно, мне кажется, верно сказал, что вся философия после Платона, и эта цитата, насколько она сохранилась у меня в голове, является комментарием к Платону. То есть, та парадигма, которую заложил Сократ, внутри этой парадигмы развивалась западная цивилизация, как с точки зрения религиозной, так и с точки зрения философской. Разрывает следующий вопрос. Был ли человек, который, может быть, люди, которые попытались, увидели сквозь это совращение и попытались противопоставить что-то Сократовской философии или Сократовской мысли? Нет, ну что вы. Да, был, и только один, на моей памяти только один, Фридрих Вильгельмитша. Он вскрывает эту проблему, и выставляет против нее свой собственный проект философии. Он не очень удачный, да, вы знаете почему. Это не повод не обращать внимания на то, что Ниша предложил. Мы с вами, естественно, не можем этого сделать внутри наших занятий. Может быть, как-нибудь в другой раз можно будет попытаться это прояснить. Хорошо. Есть ли еще вопросы? Если вопросов больше нет, я думаю... Я слышал, что еще у Хайдеггера очень сильно обращается философия. Это правда, но только Хайдеггер целиком внутри Ниша. А Кант не? Нет. Кант как раз пытается сделать философию моральной, он же создатель моральной философии. Он как раз пытается вернуться вот к этим истокам. Чистый разум. Смотрите, чистый разум, как бы наблюдающий чистые идеи. Хорошо. Еще вопросы есть какие-то? Был вопрос у Богдана Александровича хороший про религию и философию. Если западная религия столько взяла у Сократа, почему религия и философия противоположны друг другу? Религия и философия противоположны друг другу, потому что они пытаются решить одну и ту же проблему, но совершенно противоположными способами. Между царством идей и царством небесным непреодолимая пропасть. Религия пытается решить проблемы, которые пытается решить философия с помощью откровения. Откровение не требует знания, оно не требует разума. Напротив, оно противопоставлено разуму. Источником философии, сократовской философии, как раз таки является разум. Именно поэтому, даже если цели у них одни и те же, сам факт различия методов и тот факт, что религия является мессианской, западная религия, христианская религия, не дает философии религии соединиться ни при каких обстоятельствах. Если источник вашего блаженства, вашей безгрешности и так далее является разум, а не Господь самостоятельно, то у вас с Господом очень много проблем. А? Нет, нет, так не получится. Так не получится. Почему? Почему у вас очень много проблем? Вы можете увидеть это просто посмотрев на Сократа и тех богов, которые существуют. Разница между ними и авраамическим богом не так велика, как вам может показаться на первую взгляд. Поведение Господа кажется неразумным. Но для христианина, христианина для верующего оно не представляет никакой проблемы, потому что разум это не источник решения проблем. Бог это источник решения проблем. Пути Господни неисповедимы. Язычайший пример противопоставления Бога и разума, который я помню, он находится в Ветхом Завете, это история о Сауле, царе израильтян. Когда Бог понимает, что Сауну следует разуму, а не тому, что Бог велит, Бог снимает Сауну. Да, и эта проблема, которую в 20 веке очень хорошо разрабатывали, она называется проблемой Афин и Иерусалима. Как быть с тем, что разум и вера несовместимы не на одном уровне, даже если они говорят одно и то же. Хорошо, мы давайте вернемся к Протагору, к тому месту, на котором мы остановились. Я напоминаю вам, о чем мы говорили в прошлый раз. Сократ наконец-таки приходит вместе с Гиппократом к Протагору, но он приходит не один, он приходит вместе с Гиппократом, Алкивиадом и Критием, как бы вместе, потому что Алкивиад и Критий заходят прямо после того, как заходит Сократ и Гиппократ. Также я стараюсь напомнить вам, что Протагору дается выбор говорить в частном порядке, приватно, или говорить публично. Этот разговор не публичный на самом деле, он квази-публичный или квази-приватный, потому что он происходит за закрытыми дверьми в аудитории, которая и так полна софистов и учеников софистов и последователей софистов, в частности, последователей самого Протагора. Протагор в этой аудитории начинает говорить интересные вещи. Во-первых, тот факт, что он первый соединил, мы в кавычках берем, соединил разум и мужество, мудрость и мужество, и перестал скрываться в отличие от всех остальных софистов. И второе, что он перестал скрываться в отличие от всех остальных софистов, соединив разум и мужество или мудрость и мужество путем логического, простого логического рассуждения. Враги Протагора, противники Протагора это не отцы. С отцами у него как раз никаких проблем нет, мы читали отрывок из Минона. Протагор 40 лет совращал молодежь и никто не заметил. Причем он совращал успешно, даже за большие деньги. Проблема у Протагора не с большинством, не с городом как таковым. Большинство гой-полой ничего не понимает, а только повторяет за сильными, за могущественными, за могущими. Проблема Протагора как раз таки с этими могущественными, с людьми, которые что-то понимают, с людьми, которые управляют толпой. Это они, поняв, что софист может быть для них угрозой, уничтожают софиста. К чему Протагор это говорит, к чему Протагор отсылает, утверждая это, понять сложно, но можно. Если первый софист, которого Протагор называет, давайте вместе посмотрим, кто же первый софист, которого называет Протагор? из древних естественно. Ну давайте мы прочтем. Это 316 Д. Я утверждаю, что софистическое искусство очень древнее, однако мужи, владевшие нестрадавние времена, опасаясь враждебности, которую оно вызывало, всячески скрывали его. Одним служило прикрытием поэзии, как Гомеру, Беседу, Симоним. Достаточно. Первый из софистов, самый древний софист, естественно, Гомер. Мы должны задаться вопросом, не отсылает ли Протагор к историческому факту редактирования Гомера сильными. Был ли такой факт? Или могущественными? Ну, у вас какая-то была возможность это сделать, потому что он должен был. Был ли такой факт? Первым, кто привел Гомера в единое состояние, то есть отредактировал те песни, которые находились. Это был ну? Которая скрита? Нет, это был Песестрат. Тиран Песестрат. Тиран редактирует софиста с точки зрения Протагора. Это общеизвестный факт. Тиран редактирует Гомера. Это проблема. Если софист не хочет, чтобы в его жизнь вмешивался Тиран или вмешивались в могущественные, он должен как-то себя вести иначе. И протокол первый заявляет, что вести себя иначе, значит вести себя открыто, не вызывая подозрений. Достойный ли этот шаг нам непонятно. Пока что непонятно. Хорошо, давайте мы начнем с того места, где остановились. А я подметил, что он хотел показать себя и Продику и Гиппию и порисоваться перед ними. Остановитесь. Протагор говорит, я буду говорить открыто, потому что такая моя принципиальная позиция, которая позволяет мне выживать. Сократ говорит, он будет говорить открыто, потому что он хочет покрасоваться, порисоваться перед Продиком и Гиппием. То есть хочет доказать, что он лучше, чем Продик и Гиппий. Причем доказать не кому-то другому, а Продику и Гиппию. Сократ подчеркивает, что главное свойство Протагора, первое свойство Протагора, которое мы видим, которое мы слышим в его имени, это тщеславие. Помните, это то, что объединяет софистов и молодежь. То, что не объединяет Сократа и молодежь. Дескать, мы пришли к нему как поклонники. Да, не как поклонники, конечно, как любовники. Ему как любовники и говорили ему, а что не позвать ли нам Продика и Гиппия и тех, кто с ними, чтобы они слышали нас, конечно, сказал Протагор. Смотрите, мне показалось, что он хотел себе показать Продику и Гиппию, но кто предлагает позвать Продика и Гиппия? Сократ. Сократ? Не Протагор. Протагор готов к публичной беседе в своем окружении. Он не хочет публичной беседы, вместе с Продиком и Гиппием. Почему? Потому что Продик и Гиппий это его конкуренты, его противники. И понятно, что в разговоре с Сократом, в будущем разговоре, о котором Протагор еще не знает, а Сократ уже знает, они окажутся, если они на стороне Сократа, то точно против Протагора. И следующий вопрос. Если Сократ хочет позвать сюда всех, не хочет ли сам Сократ покрасоваться? Порисоваться, прошу прощения. Нет. Унизить об этом сам подумает Протагор в самом конце. Нет, порисоваться, но порисоваться перед кем? Передавая. Значит, это часть охоты. Будущая борьба с Протагором это часть охоты. Будущая победа над Протагором это часть охоты. Протагор скажет, Сократ в самом конце, я думаю, что ты хочешь просто меня победить. Сократ не хочет просто победить. Сократ хочет, чтобы охота над Алкивиадом оказалась, за Алкивиадом оказалась успешной. Именно поэтому Сократ не втопчет Протагора в грязь, а скажет то, что он скажет в самом конце, мы оба неправы. И там появится третий, помните? И голос скажет, буквально фон скажет. Ну, до этого еще дойдем. Хотите, сказал Карри, устроим общее обсуждение, чтобы мы могли, чтобы вы могли побеседовать сидя. Заметьте, общее обсуждение, чтобы вы могли побеседовать сидя. Почему так? Потому что Протагор перепатетик, он ходит туда-сюда. Помните, да? Да. Если бы они остались с Сократом наедине, то есть Протагор Сократ, свита Протагора, свита Сократа, им бы пришлось ходить за Протагором. Но если, потому что Сократ не софист, Сократ любовник, помните, он говорит только что, мы как любовники пришли сюда. Но если к разговору с Протагором присоединить Гиппе и Фродика, то придется сидеть. Вы помните, сам Гиппи сидит, Протик вообще лежит. Получается, ходит, сидит, лежит и среднее между ними сидит. Придется сесть. Более того, вы увидите, что Протик не в состоянии идти, по крайней мере сейчас. Это всем показалось дельным. Да. Обращайте внимание на эти ремарки. Сократ всегда будет указывать, кто не согласен. если это не согласие, будет. Это всем показалось дельным. Всем значит достигнуто единогласное решение, единогласное соглашение. Всем, включая Протагору. Он, видимо, устал ходить. Мы радуемся, что послушаем мудрых людей. Мудрых мужчин. Да, конечно, мудрых мужей. Потому что мудрые люди, аспазия попадает в категорию мудрых людей. Здесь нет мудрых людей. Здесь только мудрые мужи и те, кто собираются стать мужами. Сами делились за скамьей кровати и расставили их около гиппи. Около гиппи. Почему около гиппи? Потому что он лежит? Нет, гиппи как раз сидит. А, Протик. Да. Но опять же, если бы они согласились лечь, пошли бы к Протикам. Если бы они согласились ходить, пришлось бы собрать всех вместе с Протагором. Но они согласились сесть, как разница между лежать, ну, как среднее между лежать и ходить. И потому они собираются около уже сидящего гиппи. так как там уже и прежде стояли сканал. В это время пришли крития Альфи Ведя Продика, которого они ползали с постели и всех тех, кто был Продик. Да, Ведя Продика, которого они ползали с постели. Да, видимо, ну, не за руки, под руки, под руки Ведя Продика. Самый старший из них это Продик? Нет, самый старший из них это Протагором. Как он скажет прямо, он им всем годится «Когда мы все уселись, Продобор начал». И снова «Мы все уселись». Никто не стоял. Да, никто не стоял. Помните, что в пиле, они все какие, они ведь не сидят в пиле, они лежат, они полулежа, они же пьют. Теперь, Сократ, повтори в присутствии то, что ты сейчас говорил мне об этом юноше. Итак, чего ждут все? Все ждут диалога между тремя софистами. По поводу пришедшего юноши. Почему? Потому что этот юноша с деньгами. Все это софисты. И всех ждут, что каждый из софистов начнет прославлять свою часть софистического искусства. Продик лингвистику, гипи физику и протокол то, чем занимается он. Помните, Геопократ думает, что он занимается историкой. Он делает всех модных вещей. лингвистика, риторика, физика. Именно поэтому здесь собрались все, потому что никто не заинтересован в беседе протоколы и Сократа. Кто такой Сократ? На самом же деле этой беседы не будет. И тогда, когда в нее попытается вмешиваться гипи, гипи просто запекнут обратно. Когда в нее попытается вмешаться Продик, Продик сделает это, потому что он разумный человек, только тогда, когда Сократ будет приглашать его это делать. Практически безошибочно. Еще раз. Теперь... Теперь Сократ повторил в присутствии то, что ты сейчас говорил мне об этом юноше. Да. Повтори мне в присутствии всех этих людей то, что ты говорил сейчас мне об этом юноше, чего не повторяет Продакон. Продакон не повторяет своего предложения. А, поговорить приватно. Да, да, то, с чего начинался их разговор. Почему? Было бы странно при всех снова предлагать приватный разговор. Это раз, а во-вторых, это было бы невежливо. Хорошо. Что же Сократ говорит об этом юноше? Я начну Продакон с того же самого, что и тогда. Сократ обещает, что скажет ровно то же самое, что и в прошлый раз. С того, ради чего я пришел. Вот Гиппократ, он жаждет проводить с тобой время, и он говорит, что хотел бы узнать, какая для него будет из общения с тобой польза. Вот и все. Вот и все. Для того, чтобы понять, что пошло не так, мы должны вернуться обратно и посмотреть, что же Сократ говорил Продакон в прошлый раз. Это 316 Б. С. А вот этот юноша Гиппократ, здешний житель, сын Аплодора и славного состоятельного дома, и по своим природным задатам он не уступит не окажется любому своих сверстников. Смотрите, что Сократ говорит самому Продакону? Характеризует Попрад о том, что он местный, родовитый, да, родовитый и богатый, и он не глупее своих сверстников. И дальше по-моему, по-моему, он стремится стать человеком выдающимся в нашем городе. И, наконец, он собирается стать политиком. Пять вещей, которые Сократ сказал Продакону до этого. Что же он говорит здесь? При всех. То есть, смотрите, приватный разговор, разговор при всех. Вот Гиппократ. Он жаждет проводить с тобой время, и он говорит, что хотел бы узнать, какая для него будет из общения с тобой польза. ни слова про самого Гиппократа и ни слова... Ну, заметьте, что даже не юноша. Вот Гиппократ. Этот Гиппократ. Ни слова ни про свойства самого Гиппократа, ни про то, чего Гиппократ хочет, ради чего он сюда пришел. Сократ говорил про Тогора, он пришел сюда ради того, чтобы получить политическую карьеру. Сейчас Сократ говорит, что Гиппократ хочет не этого. Да, а узнать, чему именно учит Протагор своих учеников. Заметьте, что Протагор-то уже знает, зачем он пришел. А значит, Протагор будет говорить, что он учит своих учеников политическому искусству. Да, 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 политике. Или то, что Протагор понимает под политикой. Таким образом, Сократ с Протагором вместе отрезают от софистического искусства ненужные части физику или лингвистику. Если бы этот разговор состоялся публично сразу, и Сократ бы задал этот вопрос публично сразу, Протагор не знал бы, от что ответить, потому что он не знал, чего хочет юноша. И пришлось бы сказать, что Протагор учит всему. Но теперь он знает, чего хочет юноша, и поэтому сосредоточится только на этом. У философии много разделов, как нам кажется. Но только какой-то из них конкретно и нас интересует. Юноша подходил Протагор. Заметьте, Протагор считает, что разговора с Сократом не будет. Здесь собрались софисты, они все вместе и будут говорить между собой. Поэтому Протагор обращается не к Сократу. Хотя Сократ задал вопрос от имени Гиппократа. Протагор отвечает самому Гиппократу, тем самым выбивая Сократа из беседы. Или, как ему кажется, выбивая Сократа из беседы. Вот какая польза будет тебе от общения со мной. В тот же день, как со мной сойдешься, ты уйдешь домой, ставши лучше. Завтра то же самое. И каждый день будешь ты получать что-нибудь, от чего станешь еще совершеннее. Это то, о чем мы должны поговорить. Протагор утверждает самую... Заметьте, на конкретный вопрос. Протагор отвечает очень странным ответом. Самым широким ответом, который только может быть. Каждый раз от общения со мной, от совместного бытия, конечно, ты будешь становиться лучше. Это проблема. Что с точки зрения классического гражданина делает человека лучше? А, обучение чему-то, это знание. Открывайте апологию 24Е. Подойди сюда, Милет, и скажи, не правда ли ты считаешь очень важным, чтобы молодые люди становились все лучше и лучше? Итак, и обвинители, и протагор, и Сократ, то есть и город, и философ, и софист заинтересованы в том, чтобы молодые люди становились все лучше и лучше и лучше. Не обращает ли это концепцию золотого века? Не противостоит ли это концепции золотого века? Нет, не противостоит. По одной простой причине. Что значит лучше? Лучше, как отцы. Чтобы они все больше и больше и больше начинали походить на отцов и дедов. Вспоминайте Фуки-Дидра. Будем как деды. Не посламим дедов. Деды победили. Нет, не только Перикл, а Орхидам в первую очередь. Это первый, кого мы услышали, который говорил, надо быть как деды. Но он спартанец, ему можно. У них там такие деды, что ему можно. Конечно. В таком случае скажи ты всем здесь... Ну, смотрите, сам вопрос софистический, потому что ответить на него как-то иначе нельзя. В таком случае скажи ты всем здесь присутствующим, кто делает их лучше. Очевидно, ты знаешь, коли заботишься об этом. Развратителя ты нашел, как ты говоришь. Ты вытреповал меня на суд и обвиняешь. А назови-ка теперь того, кто делает их лучше. Напомни им, кто это. Вот видишь, Миле, ты молчишь и не знаешь, что сказать. И тебе не стыдно? И это, по-твоему, недостаточное доказательство моих слов, что тебе нет до этого никакого дела? Однако, добрый человек, говори же, кто делает их лучше? Законы. С точки зрения нормального гражданина, лучше человека делают законы. По виновению, конечно, конечно. Но перед повиновением-то что? Обучение законов. Знание законов. Знание законов. То знание, которое должен продавать протагон, то знание, которое реально существует, это знание законов. Проблема в том, что это знание продавать нельзя, потому что... Но дело не в этом, он вполне может знать афинские законы, но он... Да не об этом я спрашиваю, любезнейший. А кто эти люди? Ведь они прежде всего не знают эти законы. А вот они, Сократ, судьи. Что ты говоришь, Миле? Вот эти самые люди способны воспитывать юноши и делать их лучше? Как нельзя более? Все? Или одни из них способны, а другие нет? Все. Хорошо, что ты говоришь, клянусь Герой. Какой изобилие... Обратите внимание на клятву. Да, да, да. Почему? Потому что Сократ выпал только что из категории граждан. Раз он всех делает хуже. То он не является полноправным гражданином. Да. Поэтому он и клянется Герой. То есть в Совете и на Суде женщин не бывает. Поэтому Сократ как развратитель, противостоящий, с точки зрения Милета, Совету, тем, кто сидит в Совете и на Суде, соответственно, да. Никакой изобилии людей, полезных для других. Ну а вот эти, кто нас сейчас слушает, они делают юноши лучше или нет? И они тоже. А члены Совета? Да, и члены Совета. Но в таком случае, Милет, уж не портят ли юноши те, что участвуют в народном собрании? Или те тоже, все до единого делают их лучше? И те тоже. По-видимому, значит, кроме меня все афиньи делают их безупречными, только я один порчу. Ты это хочешь сказать? Как раз это самое. Достаточно. Все граждане делают молодежь лучше. Потому что лучше молодежь делает знания и исполнение законов. Возникает решающий вопрос, лучше для кого? Конечно. Законопослушная молодежь, законопослушные граждане, это даже не государство, давайте будем точнее, режим. Причем любой режим. То есть в разных режимах разные законы. Но все режимы одинаково заинтересованы в том, чтобы законы, принятые внутри режима, соблюдались всеми участниками режима. Протогор так не думает, это очевидно. Потому что если лучше людей делают законы, то а. это сделано не для самих людей, а для режима. Б. Протогор для этого не нужен, для этого нужен кто угодно. О чем он и будет говорить прямо дальше. Все учат вас законом, точно так же соблюдать законы, точно так же, как все учат вас этикету, и точно так же, как все учат вас языку. То есть и отец, и мать, и соседние, и ваши ближайшие родственники, там, дяди, тети, дедушки, бабушки, и люди на улице, особенно в детстве, иногда останавливают вас и говорят, что вот это вот нельзя делать, это неприемлемо. А уж тем более, если это нарушает закон. Почему все, реально все делают людей лучше в плане законопослушания? Не только, потому что они сами заинтересованы в том, чтобы вы были законопослушными. Потому что если вы не будете законопослушными, то кому вы будете в первую очередь угрожать? Им. Вашим ближайшим родственникам, естественно, потом тем, кто находится на улице. Да, то есть вашим родителям, потом вашим ближайшим родственникам. Это ровно то, о чем говорит Сократ. Там же, в том же месте. Как же так, если я делаю... Может ли человек сознательно делать кого-то хуже, если он знает, что вообще-то плохие люди, они вредят тем, вокруг кого они вращаются, рядом с кем они находятся. То есть ваши родители заинтересованы... Или давайте по-другому. Родители молодых людей заинтересованы в том, чтобы молодые люди становились лучше, в смысле законопослушными. Потому что если они не будут законопослушными, первые, кто от этого пострадает, будут сами родители. Отцы заинтересованы в том, чтобы сделать своих сыновей законопослушными, потому что иначе будут страдать отцы. Но закон это понимает. И понимает четко. И потому, когда он говорит, я буду делать тебя лучше и лучше и лучше, он говорит не с точки зрения закона, а с точки зрения кого? Отцу? Нет. Отцы и закон это одно и то же. В данном случае. Молодцы. Не-не-не-не. Смотрите, что значит делать лучше и лучше? Повиноваться законом. Повиноваться законом молодых людей учат все. Протогон не может брать за это деньги. Но повиноваться законом значит делать лучше и лучше по отношению к режиму. Протогон говорит, я буду делать тебя лучше и лучше. По отношению к кому? По отношению к самому себе. Бенефициаром твоего поведения станет не режим. Бенефициаром твоего поведения Станешь ты сам Мы увидим потом, что протокол под этим подразумевает Но забегая вперед, я смело могу сказать Протокол подразумевает, например, ложь Когда это выгодно Или в первую очередь Притворство Справедливому человеку Помните, протокол так прямо и скажет Нет такого сумасшедшего, который бы сказал Что он несправедлив Поэтому, если вы несправедливы То в первую очередь вы заинтересованы Чтобы убедить всех остальных, что вы справедливы Именно этому и учит протокол Именно за это он берет деньги Но об этом чуть позже И каждый день будешь ты получать что-нибудь От чего станешь еще совершеннее Еще совершеннее Я услыхал это сказал Заметьте, Сократ слушает это Первое и второе Сократ не дает Гиппократу ответить Гиппократа нет больше в этом разговоре Его и не было никогда в этом разговоре Потому что говорил только Сократ Сократ вклинивается В эту беседу Не дает протоколу и Гиппократу заговорить Между собой В этом протоколе нет ничего удивительного Вероятно, и ты Хоть ты пожилой человек и такой мудрец Тоже стал бы лучше Если бы тебя кто-нибудь научил там Что тебе не делалось раньше знать Сократ переворачивает Он, конечно, немножко реализирует Он переворачивает Что значит лучше? Нет Это снова игрова слов Лучше значит мудрее Мудрее значит получить больше знания Помните Хорош тот, кто обладает знанием Знание и добродетель Это одно и то же Соответственно Что бы ты не узнал Ты от этого будешь становиться Лучше и лучше и лучше Тут возникает проблема О которой мы должны поговорить немножко Правда ли это? Если Сократ говорит нам Что знание и добродетель Это одно и то же Значит, что знание делает лучше Значит, всякое знание делает человека лучше Возникает вопрос Так ли это? Ложное знание Не-не-не Ложное знание Мы сейчас говорим О знании Как его представляет нам Сократ Как его представляет всем остальным Сократ Я точно слышала Нет Вот в том-то и дело Потому что примеры дальше Пойдут из сапожника Да-да Вот из этого и всего Представьте Что вы бомбист-террорист Ваше знание Как сделать бомбу Это знание Делает вас лучше Лучше Но здесь идет Витя в человеке Ты каждый раз будешь становиться Лучше и лучше и лучше Смотрите Знание это добродетель Если знание это добродетель То человек, знающий Как сделать бомбу Добродетелен Будет ли он становиться лучше Чем больше рецептов бомб Он будет знать Скорее из этого Скорее из этого да Если мы не делим знание На философское Или политфилософское И знание сапожников Помните Ведь Сократ говорит Что отцы К которым он пришел Последним Они тоже что-то знали Они знали Как делать свое дело Но это было Не то Но именно поэтому Они думали Что они разбираются Во всем остальном То есть это не то знание На которое Сократ рассчитывает Хорошо Есть ли Отрицательное Гуманитарное знание Давайте прям Современных тем Есть ли отрицательное Философское знание Ну не обязательно Но например Знать как обмануть Другого человека Это сделает вас лучше Знание Как обмануть Другого человека Сделает вас более Добратительным Когда протокол говорит Лучше Он имеет ввиду Бенефиции Когда Сократ Говорит лучше Он имеет ввиду Вашу душу В кавычках Станет ли ваша душа Лучше От того Что вы знаете Как обманывать Других людей Наоборот Она станет хуже Потому что вы Будете пользоваться Этим знанием Я думаю Сократ нашелся бы Что ответить на это Но мы не будем Отвлекаться Итак Сократ подразумевает Что любое знание Делает человека лучше Протокол Очевидно Чего-то не знает Следовательно Протокол может Еще чему-то научиться Он же не умер Правильно? Пока что И следовательно Так вот Тоже может Стать лучше Но дело не в этом Положим Что этот самый Гиппократ Вдруг переменил Решение И пожелал Познакомиться С тем юношей Который недавно Сюда переселился С Терскепидом Гераклицем И придя к нему Как вот теперь К тебе Услышал от него То же самое Что и от тебя Остановитесь Слушайте Вы уже слышали Этот вопрос Кому он задавался И к чему Вел К товарищу Он задавался Гиппократу Когда мы пытались Когда Сократ и Гиппократ Пытались выяснить Кто такой Софист А если бы ты пошел К Скульптору Такому-то Ты бы кем Хотел стать А если бы ты пошел К врачу Такому-то Ты бы кем Стал От общения с ним От совместного Бытия с ним Сократ задает Этот же вопрос Протогору Но вот в чем разница Сократ сам Отвечает На те вопросы Которые задает Почему Потому что Это было бы Крайним неуважением Эти вопросы Снисходительные Они для Детей Протогорный ребенок И снисхождение Он бы не потерпел Поэтому Сократ сам Вынужден отвечать На эти вопросы Услышал от него То же самое Что от тебя Что общая с ним Гиппократ Что общая с ним Гиппократ Каждый день Будет становиться Лучше совершения Так вот Если бы он Его спросил В чем по-твоему Я буду лучше совершения Зискип ответил бы ему Что в живописи Если бы Садись С Орфографом Фиванцем И услышав от него То же самое Что от тебя Гиппократ Спросил его С С С Прошу прощения С С С Орфографом Фиванцем И услышал от него То же самое Что от тебя Гиппократ Спросил его В каком отношении Будет он каждый день Становиться лучше Общаясь с ним Тогда ответил бы Что в игре на плете Так вот Ты ответь Юноша И мне на мой вопрос Гиппократ Садись с протовором В тот самый день Как сойдется Уйдет от него Сделавшись лучше И каждый следующий день Будет становиться В чем-то Еще совершение Но в чем же Именно протовор Да Сколько примеров Искусство 2 Какие это примеры Живопись Игра Игра на плете Какое-то искусство Подражание Протовор Прямо сравнивает Софистику С искусством Подражания Прошу прощения Сократ конечно Прямо сравнивает Софистику С искусством Подражания Протовор услышал Как мне это сказал Ты Сократ Прекрасно спрашиваешь А тем Кто хорошо спрашивает Мне отвечать приятно Гиппократ Придет ко мне Я не сделаю С ним того Что сделал бы Кто-нибудь другой Из софистов Ведь те просто Обижают юношей Заметьте Протовор отделяет Себя не только От софистов Прошлого Но и от Софистов Настоящего Все остальные Софисты Только обижают Юношей Я же Этого не делаю Заметьте Он делает это Естественно В присутствии Двух софистов Следующий Протогон Услышав Это от меня Сказал Ты Сократ Прекрасно Спрашиваешь Протогон Услышал Сократа И не просто Услышал А похвалил Сократа За этот вопрос Он Обращается К Сократу Снисходительно Это хороший вопрос Не ожидал От тебя Сократ Когда Гиппократ Придет ко мне Я не сделаю С ним того Что сделал бы Кто-нибудь другой Из софистов Ведь те просто Обижают юношей Так как против поля Составляют их Убежавших от упражнений В науках Заниматься этими упражнениями Учаясь Подчислениями Астрономии Геометрии Музыки Тут Протогон Смельнул на гипер А тот Кто приходит Ко мне Научиться Только тому Для чего пришел Протогон Подходит К главному Он знает Зачем пришел Гиппократ Поэтому смело Говорит Я не буду Делать Гиппократом То Что делают Другие софисты Обучать Их Математике Астрономии Геометрии И музыке И бедный Гиппий С его физикой Уже не удел Наука Жеет Смышленность В домашних делах Итак Сократ Говорит Протогон Гиппократ Пришел сюда Чтобы стать Сильным в городе Он пришел Чтобы заниматься Политикой Что же понимает Протогон Под политикой Еще разочек Наука Жеет А? Наука Жеет Смышленность В домашних делах Смышленность Отвратительно Не подходит Для нас Эугулия Буквально Хороший совет Да Рассудительность У нас возникнут Проблемы с этим Но эти проблемы Будут хорошие потом Поэтому Рассудительность То есть Это тогда Когда вы себе И другим Способны дать Хороший совет Что делать В той или иной ситуации И по-русски Действительно Можно назвать Это рассудительностью То есть вы Хорошо Не рассуждаете А рассуживаете Что делать В той или иной ситуации В домашних делах Уменивно И лучшим образом Управлять своим домом И умение Наилучшим образом Управлять своим домом Заметьте Рассудительность В делах экономики И умение Управлять Это несколько Разные вещи Почему Потому что Рассудительность В домашних делах Может быть Обращена и на другого То есть вы можете Дать хороший совет Кому-то другому Поэтому Вы также Должны Дать хороший совет Самому себе И умение Наилучшим образом Управлять Своим Домом То есть Как это называется Экономика Две части Политического искусства С точки зрения Протогода Экономика Заключающаяся В смешленности Засудительности В домашних делах И умения Управлять своим домом А также В делах общественных Благодаря ей Можно стать Всех сильнее В поступках И в речах Касающихся Государства Экономика И политика Экономика Линичное дело Каждого Но политика Общественного Заметьте Протогод Обещает Что он не будет Учить математики Как возможно Экономическое искусство Без математики Без расчета Да Без расчета То есть получается Он не экономист Ну так Пусть это Какое-то ложное Искусство обмана Рассчитывать В домашнем хозяйстве Можно Нечего не считая Просить кого Ну Это понятно А в государстве Через последний Протогод Считает Что Политика Не Включает в себя Государственную Экономику Или управление Государственным Хозяйством А что же Она включает в себя Благодаря ей Можно стать Всех сильнее И в поступках И в речах Касающихся Государств Всех сильнее И в поступках И в речах Мы уже помним Поступки и речи Кому это отсылка Да Это Ахилл И Периклов Естественно Зенит Периклов и Хатин Сейчас через Через год Все рухнет Поэтому Это зенит Это пик На кого еще Юношам равняться Как не на Перикла Кто еще Может выступать В качестве рекламы Политического Деятеля Как не Перикл Но Перикл Характеризуется Как сильный В поступках И речах Протагон Рекламирует себя Обещая сделать Гиппократа Не просто сильным А сильнее всех То есть Включая кого? Сильнее С самого себя Включая Перикла Включая Перикла Конечно Верно ли я понимаю Твои слова Сказал я Мне кажется Ты имеешь ввиду Искусство государственного управления Искусство государственного управления Политика техне Это первое появление Политика техне В истории И философии Политика Нет Политтехника То что вы сейчас Можете назвать Политтехнологией Да Она так и называется Политика техне Буквально Знание о политическом Или искусство политики Кажется Ты имеешь ввиду Политика техне Политика техне Политическое искусство И обещаешь Делать людей Хорошими гражданами И обещаешь Делать людей Ну угадайте Хорошими гражданами Нет Мужей Хорошими гражданами Не людей Опять же Еще раз В категорию людей Попадают И женщины И дети Не людей Обещает протагон Делать Искусствами В домашнем хозяйстве и в политических делах. Об этом как раз я и объявляю во всеуслышание Сократа. И протагон полностью согласен с тем, что только что сказал Сократ. Проблема заключается в том, что только что сказанное Сократом это абсолютно не то, что только что сказал протагон, что он делает. Протагон говорит следующие вещи. Я обучаю экономике и политике, но не политике, а обучаю тому, как стать сильнее всех в поступках и речах, то есть как превзойти всех остальных. Сократ вообще выбрасывает экономику. Так ты имеешь в виду политическое искусство. Экономика – это личное домашнее хозяйство. Сократ выбрасывает экономику. Почему он выбрасывает экономику? Первое, потому что он нищий и потому, очевидно, ничего не понимает в управлении домашним хозяйством. И, соответственно, спрашивать про это бессмысленно. Второе, как управляют люди домашним хозяйством? С помощью слуг. Нет, ну это понятно. С помощью слуг. Нет, нет, нет. С помощью слуг – это хороший ответ, отличный ответ. Но это значит управляют единолично. Управляют царским образом. Помните Аристотеля? Каждый царь в своем доме. Где они находятся сейчас? В данный какой-то момент. В доме. Красавцы Калия. Это хорошо. А шире? В афинах они находятся. Афины – это демократия. Нехорошо было бы говорить, что протагон учит царей. То есть я учу тебя, сын мой, как стать царем. Это невозможно. Не сейчас. Не здесь и сейчас точно. Помните, что не тираном, а именно царем, потому что отец занимает царскую позицию, не тираническую. Он не захватил власть. Она естественно ему принадлежит. На абсолютно естественных и лимитинных основаниях. А если Сократ не знает, как истинит домашнее хозяйство, но он же… Нет, смотрите. Почему не может поговорить с ним здесь об этом? Если он учит там… Надо понимать контекст. Первое. Сократ заявляет и Критабулу, что он ничего не понимает в домашнем хозяйстве. Именно поэтому он отправляет Критабула к настоящему учителю. И с Хамаху, да. Точно так же, как он обещает отправить его к Аспазии, но не отправляет. Это первое. И второе. Вы же знаете, что на самом деле это не разговор ни о каком домашнем хозяйстве. И, соответственно, разговор обращения… То есть разговор с Критабулом о домашнем хозяйстве это только предлог, чтобы обратиться к более серьезному разговору с Хамахом. Помните, что из Хамаха вообще-то учит, да, то есть там несколько… Многослойность и обвинение против Кала-Скагатасов, да, то есть противопоставления философа и настоящего мужчины. И тот факт, что Сократу удается научиться у него сократическому методу. Помните метод Маэфтики, да? И припоминание – это же издевка. Но посмотрите, Платон пишет диалог Минон, и там целая доктрина припоминания душа, поднимающаяся вверх. Псенофон пишет диалог экономики, и там эта доктрина припоминания просто разносится в пух и прах. А, я понимаю, да, что вот не надо деревья закапывать на два метра в глубину, когда мы их сажаем. Доктрина припоминания – это знание всегда было внутри тебя. Но это отдельная тема, о которой нужно говорить в рамках другого курса. Сейчас мы возвращаемся. Сократ меняет и второе утверждение Протогора. Протогор утверждает, что он в политических вопросах делает своих учеников наиболее сильными в поступках и речах, сильнее всех. Сократ превращает это во что? Делает их какими? Обещаешь, простите, обещаешь делать? Хорошими. Нет, и обещаешь. Обещаешь делать. Мужей. Хорошими гражданами. Хорошими гражданами. Протогор говорит, я сделаю из тебя периклы. А Сократ говорит, нет, нет. Протогор делает из вас членов фаланги. Просто хорошими гражданами. Это огромная разница. Хороший гражданин – это тот, кто стоит в столетии, подчиняется законам и руку тянет, когда голосуют. Протогор не это обещает ни одним местом. Ну да, да, да. Просто хорошими гражданами. Но Протогор-то обещает совершенно не это только что. Ведь для того, чтобы стать хорошим гражданином, Протогор не нужно ответить. Этим тебя научит любой. Конечно, конечно, конечно. И Сократ к этому позволит? К тому, что Протогор почему не учит? Что Гиппократу Протогор не нужен. Гиппократ уже выпал из вас кого? Про Гиппократа даже не думаете. Да. Ну, Протогор, он же, наверное, понял, что имел в виду Сократа. То есть почему он тогда с ним совершил? Вот именно. Это первый удар по Протогору. Он не понял, о чем говорит Сократа. Этот факт, сам этот факт показывает, что Протогор не обладает эвбулией. Что он не очень рассудительный. Заметьте, все это происходит в рамках чего? В рамках короткого вопроса, короткого ответа. В рамках диалептики. Когда Протогор ответит на вопрос Сократа длинной речи, Сократ придет в ярость и стимулирует попытку уйти. Потому что в длинной речи невозможно проворачивать такие вещи. Если бы у Протогора была возможность ответить длинной речи, он бы начал пояснять, что мы имеем в виду под хорошим гражданином, почему выпала экономика и так далее, и так далее, и так далее. Но здесь, в рамках короткого вопроса и ответа, он не замечает софистики Сократа. То есть, если хотите, я примутрирую и скажу, что софист не замечает, как софистически Сократ обводит его вокруг пальца. Сократу нужно, чтобы разговор сдвинулся в нужную ему линию. И так как Сократ с любым собеседником делает, что захочет, Сократ сдвигает Протогора прочь от тех вещей, которым он учит. Есть ли другой ответ? Возможно, другой ответ на этот вопрос. Очень простой. Сократ помогает Протогору, потому что до этого он сказал о Гиппократе, что тот хочет заниматься политикой. Протогор сказал, что учу экономики и тем, как стать сильнее всех. Сократ говорит, что ты учишь, как быть хорошим гражданином и политико-техне, политическому искусству. Почему? Потому что, а, Гиппократ явно не заинтересован в экономике, он и так богатый, богатый сын. И б, судя по тому, что Сократ говорит о его естественных способностях, помните, да, он ничего не происходит в других. Он не может стать всех сильнее, поэтому не нужно обещать ему то, что ты не можешь стать. То есть, представьте, в рекламе написано, убивает 99% бактерий. Почему не написано 100%? Потому что, если 100%, а они заново возвращаются каждый раз, когда вы используете это замечательное средство, значит, реклама ушёт. Сократ именно это говорит, не нужно рекламировать себя настолько агрессивно. Давай мы опустимся, что ты делаешь из него хотя бы хорошую гражданин, а ни в коем случае не человека, который превзойдёт периква. Почему? Потому что потом он вернётся и скажет, верните деньги. После первой же попытки одолеть периквы словом или делом, он вернётся и скажет, дайте назад. Или начнёт распускать плохие слухи о том, что учение Протогора не работает. Видите, опять два слоя. Почему Протогор соглашается? Потому что Сократ явно ближе знаком с Гиппократом, чем Протогор. Протогор, видите, его в первый раз. И, следовательно, те поправки, которые вносит Сократ, очевидно, с точки зрения Протогора, а я напоминаю вам, что Сократ и Протогор уже знакомы и уже не раз беседовали, видимо, в приватной обстановке. И, соответственно, Протогор может на Сократа положиться. А раз Сократ говорит, что этот юноша не будет сильнее всех речах и делах и что он не экономист, значит, надо следовать за Сократом. И Протогор полностью соглашается. Хотя только что говорил прямо обратное. Об этом как раз я и объявляю во всеуслышание Сократа. Прекрасно же ты владеешь искусством, если только... Прекрасно. Это проблема. Слово «колон» или «колосс», в зависимости от того, что вы хотите сказать, обозначает по-русски и красивый, прекрасный и благородный. Красота и благородство – это одно и то же. Благородным искусством. Благородным же владеешь ты искусством, если только владеешь. Заметьте, Сократ в своем репертуаре. Помните, Протогор самый прекрасный, если только ты считаешь, что Протогор самый мудрый, да? Так же и тут. Политическое искусство – прекрасное, благородное, то есть подходящее для красивых и благородных людей. Для благородных, в частности. Если только ты владеешь. Ведь в разговоре с тобой я не должен говорить того, что не думал. Отлично. Сократ говорит, что он в разговоре с Протогором будет откровенным. Но эта проблема… Сократ издевается. Мы же знаем, что он думает по поводу Протогора и всех остальных софистов. Он это сказал Гиппократу только что. Помните? Что они продают, не зная, что они продают. И непонятно, где это взяв. В результате Сократ должен был бы сказать, что Протогор не владеет никаким искусством. Кроме искусства продажи, конечно же. Но он этого не делает. Следовательно, мы видим, что это ирония. И обещание говорить правду. И это если. Я полагал Протогор, что этому искусству нельзя научиться. Но раз ты говоришь, что можно, не знаю, как не верить. Сократ говорит, политике техне нельзя научиться. Если это искусство, то это знание. Сократ говорит, я думаю, что существует знание, которому нельзя научиться. То есть знание, которому нельзя научить. Откуда тогда добыть это знание, если ему нельзя научиться? Доктор, это упоминание, да, ваш ответ? Я всегда это знала. Что мы должны помнить? Только что Сократ говорил нам, что он лжет. Только что он говорит, я буду говорить тебе только правду. Это значит, я буду тебе лгать. Как мы только что вы ездили. Я считаю, что есть знание, которое недостижимо. И это знание является знанием политическим. Политике техне. Политике техне только что возникло из ниоткуда. Протогор не обещал ему учить. Непонятно, что представляет из себя политике техне. Сократ говорит, я знаю только, что оно недостижимо. И это правда, потому что мы уже знаем, что Сократ знает, что всякое знание недостижимо. Особенно политсилософское знание. Политика техне. Ну, значит, Сократ не лжет. Вот именно. Но это только добавляет нам иронии. Он и лжет, и не лжет. Однако, я вправе сказать, почему я считаю, что этому искусству нельзя научиться. И что люди не могут передать его людям. Кто может передать его, следовательно? Боги. Боги. Это искусство божественное. Помните, кто у нас там был божественным? Божественное. Протик. Божественный Протик, да. Но это просто ремарка на полях. Если боги существуют, какими бы они ни были, они-то могут передать. Ну, потому что они почти всемогущие или просто всемогущие. Но люди не могут передавать это в искусство. Почему Сократ так думает? Я, как и прочие эллины, признаю Афинену. Достаточно. Сократ начинает издалека, но начинает с правильной стороны. Первое, что говорит Сократ... Что? Что? Что он говорит? Попробуйте вы, да. Что это знание... Нет, нет, нет. Я, как и прочие эллины... А, что признаю Афинену. Да, да, да. Ну и? Что Сократ говорит-то на самом деле? Если он лжет, то не признает. Не эллины. Вот просто это предложение отдельное. Как и прочие эллины? Кто такой Сократ? С точки зрения того, о чем он сейчас говорит. Я, как и прочие эллины, признаю Афинену мудрым. И кто такой Сократ? Афинен. И, следовательно... Он тоже мудр. Первое, что говорит Сократ, я, конечно, мудр. Вместе со всеми остальными афиненами. И потому... И вот я вижу, что когда соберемся мы на одном собрании... Обращайте внимание на это мы. Мы соберемся. То есть я и остальные афиняне. То если городу нужно что-нибудь делать по части строений, мы призываем... Мы, да. Мы призываем советники по делам строительства зодчиков. Ну, то есть строителей, да. Если же по корабельной части, то корабельщиков. И так во всем том, чему по мнению афинян можно научиться и учить. Заметьте, уже не мы, а по мнению афинян. Не по нашему мнению, а по мнению афинян. Если же станет им советовать кто-нибудь другой, кого они не считают... То будь он хоть красавец, богач, знатного рода, его советы все-таки не слушают. Но поднимают смех и шум, пока либо он сам не оставит своих попыток говорить и не отступится ошеломленный. Либо стража не стащит и не вытолкает его вон по приказу притану. Значит, в делах, которые они считают... Они считают... Зависит от мастерства. Афиняне поступают таким образом. Достаточно. Мы живем в демократии. Демократия подразумевает, что мы принимаем политические решения. Политические решения. Коллективно. Почему это так? Всякое другое решение по поводу любого другого искусства, кроме политического искусства, мы принимаем, обращаясь к мастерам. К тем, кто этим искусством владеет. Почему? Потому что мы в нем ничего не понимаем. Если мы хотим построить храм, мы призываем строителя, а не голосуем. Значит, куда какой блок ставить, сколько в высоту, какой толщины и так далее. Это делает строитель. Если мы строим корабль, мы не голосуем, какой длины должны быть весла, какого размера палуба, какой площади паруса и так далее. Это делает профессионал. Когда мы голосуем, когда собираемся говорить о политических вопросах. И, следовательно, мы, афиняне, все вместе признаем, что политэкэтехне, политическое искусство, не может быть искусством. В прямом смысле этого слова. Почему? Потому что, если бы мы это признали, нам бы нужно было призвать мастера политического искусства. И, следовательно, нам вообще не нужна была бы демократия. Мы все призвали одного представителя политического искусства, одного мастера политического искусства, и он, благодаря тому, что политическое искусство – это знание о политическом, воспользовавшись этим знанием, построил нам идеальный режим. Платон в государстве для молодых людей, с которыми Сократ общается, приводит другой пример. Он говорит, если мы плывем на корабле, и вдруг капитан корабля умирает, мы что, соберемся на палубе и будем голосовать, кто будет следующим капитаном? Будем там речь и выслушивать, ручки тянуть? Или мы все-таки выберем его первого помощника, потому что тут знает, как управлять кораблем, и как работает форматор, да? Ну, то есть, где форматор? Если политическое знание возможно, демократия невозможна. Но мы здесь, я подчеркиваю, мы здесь в Афинах демократия, а значит, мы все мудрые афиняне признаем, что политическое знание невозможно. В государстве, прямо будет сказано, царь и философы. И там нет никакой демократии, нет никаких голосований, нет никаких рассуждений, вне обсуждений царя. Равенство возникает только на основании незнания. Любое знание тут же выделяет человека из толпы равных. Появляется неравенство. В демократии неравенство невозможно. Демократия и так не работает, она рассыпется, если появится неравенство. Я имею в виду неравенство, конечно, среди равных, среди тех, кто принимает политические решения. Как вы понимаете, на самом деле неравенства там достаточно. Есть и рабы, и женщины, и так далее. Сократ сразу обозначает протагону проблему и сразу выводит его на ответ. Протагон находится в Афинах. А это значит, он не может прямо сказать нет. Политическое знание существует. Если он это скажет, то он станет антидемократом. Другое дело, они находятся не просто в Афинах, а в доме Калия за закрытыми дверьми, за этими закрытыми дверьми. Нет демократов. И если политическое знание возможно, то люди, присутствующие там, и должны ему обучиться, чтобы покончить с бессмыслицей и глупостью демократов. То есть опозитация. Если знание возможно, демократия невозможна. Демократия должна быть уничтожена, потому что что такое, что представляет из себя демократия? Тыканье пальцем в небо. О чем мы до этого и говорили в прошлый раз. Иногда она может попасть случайно с помощью богов, но это бессмыслится, если политическое знание существует. Тогда демократия должна быть уплазнена, и на ее месте должен стать просто представитель политического искусства, обладающий политическим знанием. А вот, собственно, сделать оценку на том, что там изменяется, я так понимаю, лицо, которое выводит. Да, 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 да. И в какой момент оно изменяется? Давайте вернемся. Я, как и прочие эллины, признаю Афинян... Не, не, не надо. Признаю Афинян мудрыми. Мы... И я вижу, и вот я вижу, что когда мы собираемся в народном собрании, мы призываем советники, представителей искусства, если ему можно научиться, если мы... Если афиняне думают, что этому искусству можно научиться. Иными словами, Сократ и афиняне расходятся в вопросах тому, какому искусству можно научиться, а какому нет. О каком искусстве идет речь? Политическое. Конечно, Сократ и афиняне расходятся. Сократ на самом деле думает, что политическому искусству можно обучить. Знание есть обладательное. Но не в контексте демократии. А? Что? Не в контексте демократии. Почему? Нет. Нет, 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 нет. Подождите. Демократия должна быть упразднена. Политика этой хне существует. Сократ не может поднять штуку и сказать, вы знаете, я во всем разобрался. Вот. Поэтому он говорит, мы вместе туда заходим, но они... Мы вместе принимаем решение, мы вместе думаем, что если существует какое-то искусство, надо не голосовать, а призывать того, кто этим искусством, да? Другой вопрос, что они думают, что некоторым искусствам нельзя обучиться. Чувствуете, да? Отлично. И следующий шаг. Если же кто-то им станет советовать того, кого они не считают мастером, то они поднимают его на смех. Но важно, кого они поднимают на смех. Будь он хоть красавец, богач и знатного рода. Да, те свойства, которые в обычном обиходе служат афининым доказательством того, что к человеку надо прислушиваться, не работают в демократии. Когда богатый, красивый, молодой человек, да, родовитый, говорит вам, что этого делать не надо. Вы послушиваете его, потому что он родовитый и богатый. Ну, смотрите, когда в новостях человек в галстуке говорит, вам не надо покупать биткоины, да, это обман, это пирамида. Но он богатый, значит, он разбирается. Или наоборот, говорит, надо покупать биткоины. Это не обман, не пирамида. Он разбирается. Почему? Потому что он богат. Неразвращенные люди думают, что богатство и успех идут рука об руку. Как узнать неуспешного человека? Он нищий. Как увидеть неудачника? Вот он сидит с протянутой рукой. Неудачник. Если он неудачник, слушать его не стоит вообще. И наоборот, если из автомобиля с мигалкой выходит прекрасный мужчина в костюме от Армании и говорит вам покупайте биткоины, к его мнению стоит прослушаться. Даже если он не лично выходит, а выходит к вам через экран телевизора. Почему так мнению Сократа послушается? Кому обращены эти три свойства-то? К Калкивиаду, конечно. Часть охоты на Калкивиада. Кто здесь? Богатый, родовитый, красавец. Вот он. И ему надо показать, что в политике этого мало. Чтобы заставить себя слушать народное собрание, этого мало. Будь он хоть красавец, богач и родовитый, благородный. А Калкивиаду нужно что-то еще, чтобы народное собрание его слушало. Вы открываете Калкивида и смотрите, как народное собрание слушает Калкивиада, открыт в рот. Как оно делает все, что говорит Калкивиад, пока Калкивиад находится прямо перед ней. Значит, обучение Сократа максимально успешно. Понятно, что как только Калкивиад исчезает, но таковы свойства народа. О чем Фукинид говорит тоже прямо. Первая проблема, которую ставит Сократ перед Патагором. Ты говоришь, что ты учишь политическому искусству. Я думаю, что оно невозможно. И все афиняне со мной согласны. И вот почему. Хорошо, давайте остановимся.